Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, есть ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Для тех, кто в первый раз на моем канале, я таролог и коуч по саморазвитию, использую Таро и Оракул в качестве совета и направления, они показывают направление, карты дают совет, направление, ну и конечно, так как я предсказываю и через энергетику, я уже вижу ситуацию, можно сказать, полную и знаю, каким образом ее можно изменить, ну и конечно, я только проводник. Все, по большому счету, зависит от каждого из вас, только вы можете решить, что делать, как делать и делать ли вообще, ведь ваши мысли, чувства и действия создают вашу жизнь и все, включая людей, события, вещи, притянули вы сами. Это прекрасная новость была для меня в какой-то момент, когда я только осознала, что это действительно так и поняла, что я могу контролировать то, что происходит со мной. И это действительно так. Пробуйте, все в ваших руках. Сегодня посмотрим Таро Русалок, что же делать дальше, куда смотреть, куда не смотреть, как решать задачи, ну и куда двигаться, для того, чтобы, ведь все расклады и все вопросы, это только для того, чтобы жизнь улучшалась. Это по умолчанию. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам жизнь. Ну что, смотрим, что же дальше. Ну а дальше идет перерождение. Дальше в ваших руках изменить вашу жизнь. И это первое. Избавиться от всего, что вам мешает. И, соответственно, как только вы избавляетесь от того, что вам мешает, вы освобождаете энергию для новых свершений. Подумайте об этом. По этой карте возможны кардинальные перемены в вашей жизни и возможно сделать вашу жизнь такой, как вы хотите ее видеть. Главное условие по этой карте все-таки отказаться от того, что не работает на вас больше и не дает вам жить счастливо, гармонично и продуктивно. Очень часто у нас такие ситуации, такие люди, такие вещи есть в жизни, которые мы по какой-то причине все-таки держим. Хотя понимаем, что уже пришло время что-то менять и надо от чего-то освобождаться, чтобы в жизнь пришло что-то новое. Эта карта как нельзя лучше объясняет это. Ну, давайте посмотрим, что же еще сегодня. При всем при том, что карты говорят, что надо выставлять свои границы, что надо иметь свое личное пространство и не разрешать людям переступать эту грань, бороться с этими людьми, которые пытаются это сделать, не совсем приведет к нужному результату. Борьба в данном случае только еще больше усугубит то положение, в котором вы находитесь сегодня. Опять же, если сегодняшнее положение ваше вас устраивает, тут я понимаю, что вы и бороться-то не будете, вам не с чем бороться, все у вас идет так, как вы хотите. А вот для тех, у кого не все так, как он или она хочет, могу сказать точно, борьба хороша, борьба. Борьба вообще не хороша, достижения, движения, действия, они хороши, но без борьбы. Все-таки, когда вы боретесь, вы идете вопреки. А вот вопреки не срабатывает. Поэтому прежде чем бороться с собой, с ситуациями, с людьми, подумайте, каким же другим образом вы можете достичь того, что вы хотите, без борьбы, без конфронтации, ну и для некоторых без скандалов. Еще что сегодня нам скажет Таро Русалок. И Таро Русалок говорит нам о том, что все в наших все-таки руках, что фортуна, высшие силы, Господь, Вселенная, космос на вашей стороне, на нашей стороне. Главное, поворачивать колесо фортуны в правильном направлении. А это значит, именно действительно ваш настрой поможет помочь изменить жизнь. Если все плохо, если идет борьба, если вы постоянно чем-то недовольны, постоянно находите виноватых в том, что происходит, поверьте, к сожалению, колесо фортуны повернет в обратную сторону. Не в сторону именно удачи и счастья, а наоборот. Потому что вы притянете ровно то, что вы излучаете. Помните об этом. И если вы все-таки уйдете от борьбы и поверите в себя, поверите во все, что происходит вокруг вас, я имею в виду, возьмете под контроль колесо фортуны, тогда повернется к вам лицом и в сторону удачи, счастья и радости. Подумайте об этом. Вот что нам сегодня рассказала Таро Русалок.